всем привет компания gastro бизнес и мы как-то вам рассказывали про замечательный пара конвектомат linex мы там рассказали в общем что в принципе он может делать а сегодня давайте попробуем чего-нибудь в нем приготовить я вообще готовить не умею но даже я могу в этом пара конвектомате сделать очень многое очень часто мы сталкиваемся с такой проблемой что люди говорят что пар конвектоматах можно только жарить или запекать мы же говорим что в нем можно делать все и особенно в нем очень хорошо можно варить в пара конвектомате мы можем варить овощи каши там любые гарниры в принципе все одновременно и очень хорошо и очень классного качества это все будет получаться ну например если вы работаете там мир банкетным меню и либо у вас там столовая или не знаю какое-то корпоративное питание вам например нужно сделать много салата где есть овощи у нас как часто происходит люди берут варят начале там картофель морковку потом это все охлаждают потом это все начинают резать но можно же делать по-другому а можно делать как в начале мы все режем а потом все одновременно варим в пара конвектомате и смотрите какая важный момент все что варится в жидкости это варится для бульона а то что варится чтобы кушать вареный продукт нужно варить на пару давайте я сейчас покажу как это реально можно делать этот пара конвектомат очень функциональный здесь можно вообще все настроить под себя как вам будет удобно но мы сегодня покажем просто универсально как например на ручном режиме можно все это сварить для этого мы просто выбираем ручной режим и вот он начинает у нас разогреваться мы же помним что всегда оборудование не должно иметь функцию предразогрева конечно это все можно строить автоматически но сегодня мы работаем по простому мы просто будем пробовать варить в пара конвектомате вначале мы нарезаем овощи потом их варим мы нарезали картошку морковку можем нарезать свеклу вообще в принципе все овощи которые нам нужно варить и у нас получается вот в принципе вот такой вот классный кубик который сейчас мы будем варить в пара конвектомате мы нарезали картофель кубиком морковку кубиком и еще сварим сразу одновременно гречку рис посмотрим в принципе чего у нас получилось да конечно круто было бы варить кубик картошки и морковки в перфорированной гастроемкости но у нас сегодня не оказалось, будем варить в обычно я думаю нормально получится Лучше варить перфорированно. Ну, а кашу будем варить стандартный гастроем. Параконвектомат у нас разогрелся. Будем загружать продукцию. Время варки 20 минут. И идем заниматься своими вопросами. Дальше параконвектомат все сделает сам. Конечно, повторюсь, лучше проработать каждое блюдо. И ровно выставить время для варки каждого продукта до той степени, которая нам нужна. Но мы сегодня просто показываем принцип, что можно варить все одновременно. Осталось порядка 20 секунд. Продукт у нас сварился. Пускаем пар, не забываю. У нас рис. Нашу гречку. Нашу морковку. Картофель. Рис у нас рассыпчатый. Отлично сварен. Гречка. Супер. Кубик морковки. Хорошая. Картошка, в принципе, тоже. Да, конечно, лучше было бы варить перфорином. Немножко жидкости осталось. Но, в принципе, прикольно. Мы показали, что можно варить не только на плите. Можно варить в параконвектомате. Заметьте, у нас не было кастрюли. Соответственно, нам не нужно ее покупать. Здесь мы экономим деньги. И не нужно потом ее мыть. Мы все сварили в гастроемкостях, а в гастроемкости очень удобно хранить. Очень удобно с помощью шпилек их перемещать по цехам и хранить в холодильниках, в камерах. Потому что у нас все холодильные шкафы, камеры, они гастромированы. Мы сохраняем место хранения и делаем его более оптимальным. И эти процессы получаются более стандартизированы. И, естественно, мы не наблюдали за процессом варки. Оборудование все сварило. Мы потратили меньше времени, потратили меньше электроэнергии. Конечно, потратили меньше сил и получили отличный результат. Поэтому выбирайте оборудование правильно. Работайте на нем оптимально и правильно. А если что-то непонятно, это в компанию Гастро Бизнес. Обращайтесь, пишите нам в комментариях. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok